Глянец на традиционных носителях и слой в фотошопе могут объединять образ и создавать гармоничные отношения внутри палитры, подобно фону. Точечное глянцевое покрытие может сделать цвет теплее, холоднее, ярче, темнее и более нейтральным. Глянец — это тонкое гладкое покрытие прозрачной, затемненной краской или просвечивающим цветом. Слой в фотошопе — то же самое, но он состоит из пикселей на экране, а не из физического материала. Вот пример рисунка акрилом одного из моих студентов. Все фрукты нарисованы первичными цветами, а фон — другим набором первичных цветов с использованием темного, просвечивающего и прозрачного глянца. Там, где изображено красное яблоко на зеленом фоне, вы видите затененный цвет, просвечивающий цвет и прозрачный цвет. Также там оригинальный фон, на который наложены краски. Желтая груша находится на фиолетовом фоне, а тыква — на синем фиолетовом фоне. Акриль позволяет увидеть, что находится под слоями краски, а также реакцию двух гамм первичных цветов и их смеси. Они создают яркую реакцию, так как две гаммы первичных цветов не относятся друг к другу. Однако рисунки имеют единство, так как фон объединяет все цвета на его поверхности. Глянец работает вместе с фоном для гармонии цветов. В то же время он используется для обозначения конкретного цвета предметов — красное яблоко, оранжевая тыква, желтая груша. Давайте воспользуемся цифровым слоем для объединения и изменения цветовой палитры двух рисунков. Нам нужен прозрачный фон, чтобы рисунки были видны. Если слой имеет малый процент цвета, когда тот цвет все еще функционирует в роли палитры, цвет предмета виден. При слишком большом проценте цвета или слишком темном цвете единство и видимость рисунка теряются. Контроль цвета глянцевых слоев в рисунке требует баланса между созданием единства и сохранением индивидуальных цветов в образе.